здравствуйте дорогие друзья вчера пришел мой заказ заказал я аксессуар начале этого месяца января вот он пришел он меня на обзоре я думаю что один из первых обзоров в россии так как в москве до сих пор найти его невозможно техподдержка samsung говорит что они конечно слышали о таком аксессуаре и у них есть официальная страница на сайте но они не в курсе вообще когда это выйдет так далее хотя в пресс-релизе который был в конце декабря было четко оговорено что в январе мы уже сможем приобрести сей девайс точнее аксессуар вот дата производства 2013 год 25 ноября пожалуйста но это не неважно не очень важно важно то что здесь и русский язык есть также по моему в документации есть такой есть один небольшой нюанс якобы что для использования сейчас только совместимыми устройствами samsung мобильными но это конечно чушь потому что есть много видео на западных сайтах не по bluetooth они с он совместим со всеми это же android ничего нельзя такого сделать только для этого все мы знаем историю с игра играми с тигр эффектами эксклюзивными которыми як поддерживают только тигр ускорители так далее на самом деле все это чушь поставить можно на любой практически телефон который на android ну что открываем и смотрим что же время это терять зря неудачно открыл ну в принципе его купил поэтому коробка все равно в одно место она пойдет все мы знаем в какое вот он и сам аксессуар вот так он выглядит занимаем из пакетика вот оно все мы увидели уже на наверное кому интересно было геймпады вообще для android посмотреть какие есть так смотрите ну что какие недостатки сразу же были обнаружены это отсутствие шифтов то есть есть курки но нет шифтов не понимаю место есть вот она в принципе почему нет непонятно далее вот эти рычаги вот этот рычаг он двигается более менее так приемлемо а это совсем тугой играть им очень неприятно мягко говоря они также не имеют эффекта нажатия то есть как кнопка он не идет поэтому для тех кто привык к стандартам рычагам аналогично на приставках игровых эти конечно рычаги будут небольшим препятствием вот который рычаг похож на самом деле крестовина он к нему нареканий никаких нет также кнопкам этим 1 2 3 4 а.б. ик. и. также девайс не шумит как и кружка как бывает такое есть выражение что шумит очень дешево здесь такого нет 100 миллиампер в час всего я так понимаю то ли это батарея то ли заряд не поймешь ему необходим вот но сразу был заряжен когда я проверю вот эргономика на уровне то есть помещается очень легко ну что же хватит разговаривать я думаю не все любят долгие обзоры поэтому выдвигаем у меня аппарат как вы знаете samsung galaxy s4 кто смотрит мой обзор чем мой канал извините поэтому соответственно для него я и прикупил данный девайс точнее аксессуар опять же девайс от устройства в принципе поэтому так из меня уже немножко разрядился ну что включаем вот эту нижнюю кнопочку bluetooth сразу он найден как мы видим то здесь полная совместимость не нужно вообще ничего делать вот эта кнопочка play но на мой взгляд лучше бы она находилась наоборот здесь где старт селект то есть в этой части но никак не здесь потому что ну но это неудобно хочет что-то пропустить раз нажимаешь фиггакс и и уже ты в меню самсунга где все игры надо выбирать где-то и только что до этого грамм может и вылетит вообще вылететь точнее может вообще поэтому тут не очень прикольно также вот эти кнопки вот не работа чтобы выйти только запустить можно стыкать на экран нужно но это не будет не минус принципе но вот кнопка я желательно чтобы она была здесь и так что же вот какие минусы для нас завязал геймеров давайте начнем итак от рычажок ну не очень не очень он порадовал особенно в гонках им прям очень трудно невозможно практически управлять наш надо вот так влево-вправо держать баланс и трудновато держать им баланс далее отсутствие 2 2 у нас отсутствие кнопок по бокам они же shift и то есть вот далее здесь остальное эргономика отличная да вот это это 5 ну с играми все понятно с играми все нормально меня был интересовал больше есть эмулятор сеги dreamcast вот такая была приставка в 2000-х годах она к сожалению не долго продержалась на рынке мировом потому что долгов у сеги было много вот но игр за те два года с которой она была выпущена было хороших много играть них одно удовольствие знаете что соукалибр есть такая драка она 1 дебютировал на dreamcast и недавно в ноябре она вышла на андроиде в урезанном варианте 30 кадров в секунду а где-то и 1510 поэтому на андроиде качать ее нет смысла а качать надо ее через эмулятор сейчас я покажу что за эмулятор вот он это эмулятор называется рейкаст я думаю вы наберете на 4 пда лучше потому что там последние версии там также есть русская версия вот и соответственно поиграть можно давай сразу запущу покажу как это выглядит запускаем bios европейский у нас установлен игра конечно она одна из лучших на той приставке была и поэтому не играть одно удовольствие причем здесь full speed играть 60 кадров в секунду 60 герц так далее играть очень прикольно вот ну и минус в том что в этой программе вот эти шифты не задействуются поэтому здесь принципе они не необходимы но есть игры например самый лучший гранат рима седошному где с помощью задних триггеров нужно бегать или ходить как вы выберете отказать полностью отказать ну удобно джойстик можно повалить карман конечно удивленные лица людей маршрутки или в электричке будут присутствовать всегда потому что это еще не общеизвестный факт что можно сотворить такой телефон ну по крайней мере им будет что-то говорит женатый самсунг и эта штука вроде выглядит не так как китайская позорная хрень она посимпатичнее сами увидите что так вот неплохо видеть симпатично зазорного ничего такого нет выбираешь играть лучше пола короче так это выглядит сейчас мы посмотрим какую игрушку для андроида вот это и это значит еще раз напоминаю приложение рейкос эмулятор сеги дринга приставки различных годов игры большинство идет очень хорошо гораздо лучше ему не эмулятор psp разве сейчас на данный момент полноценно музыка не висит как вы слышите полный пустит ба так ну что выходим показать теперь какую-нибудь игру для андроида давайте покажем асфальт 8 вот для андроида игры здесь они проще гораздо в плане того что оптимизация не сразу определяет что у вас за жестик геймпад подключено управление также поднял подобно на поэтому не придется вот делать практически вообще ничего вот ну что же начнем вот здесь я говорю как раз что здесь конечно не очень в плане того что рычажком управлять гоночки очень под это заточены обычно это под управление рычагом но здесь я похоже предпрепочту обычную крестовину который тоже награждена под рычаг вот видите да это типа крестовина такая своего рода так ну что поехали тут задний триггер это газ как она старше консулер левый задний это тормоз оба печатался вот так это играете скажу сразу как и много кто говорит абсолютно поддерживают это гораздо круче чем играть на экране жать на экранный кнопку здесь даже оба я его задел goodbye и следующий goodbye ну или он уже он уже ездит я только его успел один раз оттопырить так он уже поехал опять пацанет самая быстрая машина в игре по моему да это самая быстрая машина в игре вот так идут игрушки ну я знаю что вы наверняка хотите чтоб я запустил еще сан адрес и я исполню ваше желание запускаю gta сан адрес кстати до этого я играл на китайском джойстике каком-то но он а он был пародия но очень похож на джойстик с бокса вот в этой игре в gta сан адрес самое удивительное что там не работала правый рычаг не работал то есть он им что-то не было зависла что ли и ау да gta сан адрес играете не хочет почему-то очень странно сейчас попробуем еще раз секундочку я все-таки и запустила не знаю был какой-то глюк но все нормально все удача как напоминал вот интересные очки пробовал проверить как здесь управление за если сядет таксиста таксиста машину как возможно ли таксистом играть как она реализована потому что здесь рычажки они не нажимаются возможность это просто не реализовано никак вот но что нелепо что в этой части что то есть если вы подключили джойстик то на экранные кнопки не работают которые здесь есть можно было бы удобно здесь нужно нажимать если какие-то функции не доступны читаете как-то авторы не додумались до этого поэтому сейчас проверим на ваши глаза все ли работают кнопки которые здесь есть правильно не работают сейчас проверим опущен заставку так ну что рычажок это понятное дело значит у нас нет это у нас менять чего-то у нас не хватает у нас не хватает смотреть по бокам есть такое то есть кнопок не хватает у нас пару шифтов когда камера сбоку вид и стрелять то есть можно было сейчас на этом же стрелять не получится радио меняется гудка нету нажать я ничего не могу чтобы был гудок поэтому соответственно не гудка нет как миссии проходить где нужно ли биснуть вопрос хороший что они смогут нам предложить непонятно так селект это менять камеру понятное дело да здесь также оптимизация под сеаксис получается нормальный джойстик со всеми кнопками сожалению здесь не хватает кнопок как и приманить получается никак если мы не можем нажать кнопку вот ну нисколько не мешает это все равно управление наслаждаться игрой в дороге по-любому но если бы конечно не эти мелые влаги то было бы совсем хорошо мы знаем что вот такой обзор джойстика я понимаю что затянулся надолго но в итоге мы посмотрели игры посмотрели правильно посмотрели эмулятор с играми что аппарат обошелся в совокупности 4000 рублей почему так дорого рекомендованная цена по моему три с чем на 3 200 что ли здесь в россии когда-нибудь он есть выйдет далее там он стоил 100 долларов знаете что доллар сейчас уже у нас подлетел 34 рубля и доставка 20 долларов также наблюдать получилось около 4000 рублей вот поэтому такие цены сейчас ну китайские аналоги стоят в копейке мы знаем что джойстик клон джойстик от приставки xbox 360 стоит всего 20 долларов и что здесь у нас он стоит полторы тысячи потому что нашим же надо наваривать sky на ebay стоишься доллар также есть вариант покупки если у вас есть приставка даже не надо что покупать от playstation 3 dualshock а к нему докупить на ebay держатель держался телефон это самое главное если он будет держаться то проблем вообще никаких не будет наиграть в полноценную вообще то есть там проблем с кнопками точно нет ни в каких играх здесь к сожалению присутствует как мы уже видели вот и если но я так понимаю gta оптимизировать не будут ну играть можно просто вот те моменты где нужно бибикать придется выключать выходить из игры без джойстика запускать вот пройти эту миссию бибикнуть там пройти эту миссию потом опять вот таким геморроем страдать не понимаю почему не продумали почему здесь есть место еще раз покажу здесь есть место телефон уберу что здесь есть место под кнопки почему здесь нет потому что здесь есть вот эта штука держатель вот я ответил сама свой вопрос да к сожалению вот так вот а так бы было бы конечно удобно если по ней здесь были да но к сожалению там нет жаль потому что кнопки эти как мы уже видим необходимы также рычажки что вы правый рычажок он нормально на дому ли он разработает следы со временем на нем играть но вот при покупке проверяйте конечно из интернета вы не проверите но если будет здесь продавать то проверять от права он хорошо ходит левый не очень поэтому как для игры это нет мягко говоря не очень потому что я еще раз повторяю лавировать нужно вот так вот влево вправо право влево вверх вниз и так далее поэтому не очень получится если будет также заедать как у меня так принципе ну что жестик хороший давайте поставим 4 из 5 баллов ему то есть один балл снимаем за отсутствие кнопок шифтов и за рычажки также снимаем снимаем пол балла можно так сказать ну и экономика тянет на все четыре балла при экономике он великолик спасибо за внимание до свидания